здравствуйте уважаемые слушатели продолжаем видео лекции по дисциплине строителей материалы напоминаю что данные видео лекции предназначены обучающимся второго курса по направлению строительства ташкентского института международного железнодорожного транспорта значит сегодняшняя наша тема метода защиты древесины значит защита от гниения предохранить древесину от увлажнения это первая самая главная защита древесина пропитывает антисептиками химическими веществами которые убивают грибы и создают среды в которые они не могут существовать значит давайте рассмотрим с вами требования к антисептикам значит они должны быть высокая токсичность к дерево разрушающим грибкам с одновременно безвредностью для людей и животных способность сохранять высокую токсичность в течение заданного срока легко проникать в древесину не ухудшая ее физико-механических свойств не вызывая коррозию и ее металлических креплений не иметь неприятного запаха обладать стойкостью при повышенных температурах должны быть относительно дешевы и не дефицитными для антисептирования используют водорастворимые и масляные антисептики а также антисептические пасты давайте рассмотрим с вами водорастворимые антисептики применять когда древесине в процессе эксплуатации защищена от непосредственного увлажнения и вымывающего действия воды значит класс в качестве водорастворимого антисептика применяют вторит натрий применяется в виде 3-4 процентов раствора белого цвета без запаха терять свои антисептические свойства при соприкосновении с известью цементом и гипсом кремнифторисий натрий применяется в виде все серого или белого порошка совместно с содой фторидом натрия и в силикатных пастах кремнифторисий аммоний легко рассваримый порошок белого цвета без запаха по токсичностью превосходит вторит натрия повышает также огнестойкость древесина но вызывает слабую коррозию металла следующие препараты смесь хлорида цинка и хром пика и смесь хлорида цинка хром пика и медного купороса очень трудно вымывается водой но окрашивать древесину в желто-зеленый цвет и несколько снижает ее прочность следующий значит водоросваримый антисептик препарат гр48 применяет в виде один и полтора процентов раствора без запаха для поверхностной защиты пиломатериал органикорастворимые препараты высокоактивные антисептики хорошо проникающие в древесину в виде растворов в зеленом масле керосине мазути окрашивают древесину в зеленый цвет и затрудняют его склеивание масляные антисептики это масло преимущественно это каменноугольные криазотовые антрациновые и сланцевые масла предоставляющие собой жидкости с резким запахом и антисептическими действиями водой они не вымываются металл не корродирует но окрашивают древесину в темно-бурый цвет применяют для пропитки шпал свай подводных сооружений антисептирующие пасты эта смесь из водоросводоросводоримого антисептика связующего часто применяют битуми лежит из стекла и наполнителя торфяного порошка пастами обрабатывает элементы открытых сооружениях с влажностью более 40 процентов с последующей их гидроизоляции при этом антисептик растворяясь во влаге древесине глубоко проникает в нее способы пропитки антисептиками поверхностно обработка древесина кистями или краскопультами обрабатывают только поверхности второй метод это метод горячих холодных ванн в начале древесины помещают в росту антисептиками с температурой 90-95 градусов цельсия при этом воздух в порах нагревается и частичнее удаляется затем следует холодная ванна с температурой антисептика 20-30 градусов цельсия воздух в порах сжимается создает вакуум и раствор глубоко проникает в поры древесины тем самым защищая от дневных факторов защита от дерева разрушающих на насекомых производится обработкой инсекцидами опрыскиванием пропиткой обмазкой опилением окурованием защита древесины от возгорания производства производится удалением от источников нагревания устройство огнестойких перегородок и стенок покрытие деревянных конструкций штукатуркой изгораемыми материалами огнезащитными красками пропитка древесины антипиренами растворы буры сиренокислого и хлористого аммония фосфорно-кислого натрия огнезащитное действие антипирена на поверхности древесины при возгорании создает оплавленную пленку которая закрывает доступ воздуха обычный кислород и гадревесины выделяет горючие газы которые вытесняют воздух из зоны горения и антисептики и антипирены ядовиты и обращаться с ним необходимо осторожно в соответствии с требованием по технике безопасности вот знакомились с вами всеми материалами благодарю за ваше внимание